Тощий щенок дрожал от холода, прижимаясь к дереву. Увидев малыша в таком состоянии, девушка не смогла пройти мимо. Ирина Лебедева встретила свою любимую собаку в ноябре 2017 года, когда та была еще щенком. Однажды девушка, листая новостную ленту, заметила объявление о маленькой худой питомице, которая пыталась выжить на улице. На фотографии была тощая малышка, жалобно смотревшая на человека, который ее снимал. Сердце Иры дрогнуло, она с семьей отправилась на поиски питомицы и вскоре нашла ее. Кроха так и сидела у дерева, прижимаясь к нему всем телом и дрожа от холода. Щенка сразу забрали домой. Сперва Ира просто думала о передержке и о том, что чуть позже пристроит малышку в хорошие руки. Когда питомицу хорошенько рассмотрели, то увидели на ее шею свалявшуюся шерсть, к которой прилипло что-то вроде соломы. Девушка начала купать ее, и тут стало понятно, что это вовсе не солома. На самом деле шея животного была порезана, а в рану вросла веревка. Слипшаяся масса, которая напоминала солому, на самом деле была гноем. Оказывается, шерсть скрывала смертельную рану. Ирина поспешила отвезти кроху к ветеринару. Там малышки удалили гной, сделали операцию и зашили рану. А УЗИ брюшной полости показала, что в животике у бедняги есть все, что угодно, кроме еды. После всех манипуляций щенку назначили лечение и вручили его Ирине. На тот момент Лиси, так назвали собачку, было около четырех месяцев. Было понятно, что животное жило где-то в доме, где его содержали в очень плохих условиях, а потом и вовсе выставили на улицу. К дому и к семье Ирины малышка привыкала очень долго. Почти полгода она пряталась во всяких уголках. Там кроха кушала, ходила в туалет на пеленочку и спала. Потом любопытство взяло вверх, и собака стала выходить из укрытия. Понемногу Лиса начала привыкать к людям, и вскоре ее сердце оттаяло окончательно. Сейчас это любопытная собака, которая обожает хозяев. Вот только с незнакомцами она по-прежнему очень осторожна и никому не дает себя гладить. Но главное, что Лиса счастлива и знает, что ее очень сильно любит. Спасибо Ирине за спасение щенка!